Привет, YouTube! Сейчас будем проверять, какие способы защиты медного жала паяльника от обгорания действительно работают и выберем самый простой и эффективный вариант. С вами Хмурик, погнали! В комментариях к моему видео «Как легко залудить медное жало паяльника» многие из вас делились своим опытом, как такое жало защитить, за что всем огромное спасибо. В итоге я решил обобщить коллективный опыт и попытаться найти оптимальный вариант. Так и появился этот ролик. Пока я готов жало к экспериментам, пройдемся по теории. Вспомним, что может нам помочь сохранить жало. Пункт первый. Чем чище металл, тем медленнее он окисляется. Какой чистоты медь использовал производитель, остается на его совести и повлиять на это мы не можем. Следующий пункт – ковка, с помощью которой можно исправить поверхностные трещины, небольшие вмятины, окалины, крупные кристаллы в структуре металла, увеличить твердость этого же металла, в итоге улучшить сопротивляемость к коррозии. Такая обработка особенно актуальна, если вы паяете очень много. У меня опыта в ковке нет, паяльником с медным жалом я пользуюсь крайне редко, так что извините, но этот пункт я упускаю. Остается защита поверхности. Теоретически полированный металл лучше сопротивляется окислению. Правда, главным образом это работает на начальной стадии в мягких условиях коррозии. Вот и проверим все на практике. А для сравнения часть поверхности я сделаю шлифованной. Осталось попробовать тонкий защитный слой. Из доступных вариантов – это графит и алюминий. Нанести их можно, натирая жало грифелем от простого карандаша или куском алюминиевой проволоки. Сразу отмечу, что подходит этот метод только для шлифованной поверхности. На глянце графит следов не оставляет, а алюминий ложится только после того, как расцарапает зеркальную поверхность. А сейчас небольшое отступление, как быстро сделать простейшую подставку для паяльника. В качестве шаблона я использовал листик для записей, но можно сделать на глаз, результат будет не хуже. Добавляю скульптам. Подпишись на глаз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Подставка готова, включаем паяльник и ждем, что получится Так выглядит жало через 10-15 минут после включения Имитация продолжительной работы путем многократных циклов нагрева-стывания дает следующий результат Место, где наносился графит не особо отличается от непокрытой поверхности А вот участок, натертый алюминием, очень хорошо виден Не люблю издеваться над инструментом, но для полноты эксперимента попробуем шоковый тепловой режим Субтитры сделал DimaTorzok Под слоем окалины скрывается вот такая картинка Лучший результат показал алюминий Отдельное спасибо за совет Андрею Селиванову Обработка алюминием больше актуальна для паяльников с тонким жалом У моего паяльника жало толстое, особого смысла в этом нет Но я не погонился и вот он результат Тирание алюминия процесс весьма трудоемкий На каком-то этапе я подумал, что жизни мне не хватит Но жизнь оказалась длиннее Так что еще увидимся, пока